ЛЕССН 45 Что прибыло еще несколько свадебных подарков. Она поставила их в гостиной. А, точно, спасибо. Тогда я взгляну на них. О, боже мой, вы видели эти тарелки? Они достаточно, чтобы испортить аппетит кому угодно. Да, мне и самому не очень нравится. Я думаю, мне лучше предупредить тебя. Что ЛЮСИ считает их довольно милыми. Она так считает? Что ж, спасибо, что сказали мне. Я буду тактичен по их поводу. Посмотрите на эти простыни. Pink and yellow stripes. I ask you. Розовые и желтые полоски. Я вас умоляю. Yes, it was the same when Rachel and I got married. Да, то же самое было, когда мы с Рэйчел поженились. I remember one particularly hideous vase that I dropped and broke. Я помню одну особенно отвратительную вазу, которую уронил и разбил. Accidentally on purpose, you know. We still laugh about it. Случайно как бы, знаешь. Мы до сих пор смеемся над этим. How long do you think it will take me? Как ты думаешь, сколько времени мне понадобится to break twelve plates, чтобы разбить двенадцать тарелок? If you take my advice, you'll drop the whole lot altogether. Если ты последуешь моему совету, ты бросишь весь набор одним махом. You know, as you're putting them away in the cupboard. Знаешь, если ты берешь их с глаз долой в шкаф? Новые слова. Plates. Enough. Spoil. Appetite. Keen. Worn. Tactful. Sheets. Stripes. Particularly. Hideous. Was. Broke. Это прошедшее время от break. Accidentally. Laugh. Howl. Away. Словарный запас. Sun in law. Dot in law. Mud in law. Father in law. The in-laws. Произношение. Произношение. Когда that выступает в роли указательного местоимения, то его нужно произносить в полную силу. That. That's my bag. Но когда that выступает в роли союза для присоединения различных типов предаточного предложения к главному, он произносится в редуцированной форме. That. Where's the bag that Philip had? Пословица. A word to devise is sufficient. Достаточно одного слова для мудрого человека. Теория. Вспомогательный глагол will. Lucy won't be in. Won't – это will not. Здесь, как отрицательная форма от will в значении будущего времени. Конструкции глагол плюс to плюс глагол. She asked me to tell you. It will take me to break. Глаголы ask, take употребляются по схеме глагол, дополнение, to, глагол. В английском языке, в отличие от русского, дополнение никогда не ставится перед глаголом. Сравните в английском и в русском языке. She asked me to tell you. Она меня попросила тебе сказать. Все наоборот. It will take me to break. Мне потребуется время, чтобы разбить. Сравнительная степень. Some more wedding presents. Как мы это видели в уроке 17, more – это сравнительная степень от much или many, которая переводится как больше. Родительный падеж. Anyone's appetite. Значок родительного падежа можно также увидеть на неопределенных местоимениях, таких как someone, anyone, somebody и anybody. I'd better. Выражение I'd better равняется I had better. На русский язык переводится как я бы лучше. Как и I'd rather, I would rather, я предпочел бы. Эти выражения требуют после себя глагол в начальной форме, то есть в инфинитиве, без частицы to. Обратите внимание, что сокращение апостроф d относится had выражений you'd better, you had better, и к would в выражении I'd rather, I would rather. Герундий. Thanks for telling me. Дополнение к глаголу thank вводится предлогом for. Если дополнение в виде глагола, то оно приобретает форму герундия. Смотрите об этом урок 22. Относительные местремения One hideous was that I dropped and broke That здесь идёт после неодушевлённого существительного ваза. Broke здесь – это форма простого прошедшего времени. Break – разбивать. Практика Переведите Она хочет, чтобы я показал ей свои марки. She wants me to show her my stamps. Она попросила меня сказать ему. She asked me to tell him. Они смеялись над этим. Did they laugh about it? Мэтью не будет сегодня вечером. Мэтью won't be in this evening или tonight. Свадебные подарки находятся в гостиной. The wedding presents are in the living room. В первых четырёх фразах красным цветом указано ударное слово. Выберите соответствующий вопрос каждому ударному слову. Rachel showed me the books. Rachel показала мне книги. Who did Rachel show the books to? Кому Rachel показала книги? Rachel showed me the books. Rachel показала мне книги. Who showed me the books? Кто показал мне книги? Rachel showed me the books. Rachel показала мне книги. What did Rachel show you? Что Rachel показала тебе? Rachel showed me the books yesterday. Рэйчел показала мне книги вчера. Или Рэйчел вчера показала мне книги. When did Rachel show you the books? Когда Рэйчел показала тебе книги? Переведите. I'd better have a look. Я лучше посмотрю. Don't drop them. Не уроните их. He broke the whole lot. Он разбил весь набор. They gave us some very nice white plates. Они подарили нам очень красивые белые тарелки. There are some more sheets in the cupboard. В этом шкафу есть еще несколько простыней. Заполните пропуски подходящими притяжательными местоимениями типа май, юз и так далее. Кевин broke his leg last year. Кевин сломал ногу в прошлом году. The doctor told her to close her eyes. Врач сказал ей закрыть глаза. I've hurt my hand. Я поранил руку. Tony never washes his hair. Tony never washes his hair three times a day. Charles чистит зубы три раза в день. В следующих предложениях подчеркните слово that, когда его нужно произносить с тоническим ударением. Who did that? Кто это сделал? Is that your car? Это твоя машина. That's the one that I want. Это то, что я хочу. So that's the secret. Так вот в чем секрет. Он сказал, что это был колпачок, который Джон сломал. Что это был колпачок.